Рыбкой? Давай. Космос, просто космос. Дорогие друзья, знали бы вы место, в котором я нахожусь? Это паковочка недалеко от поворота с Южнобережного шоссе, которое ведет нас вообще в Севастополь. А здесь у нас находится бухта и поселок Ласпи. Туда мы сейчас с вами и отправимся. Оксана, я отобрал все-таки свою майку. Она расстроилась и одевает уже красненькое платьишко. Так что дальше вам не придется нервничать по этому поводу. Двигаемся. Красотка. Вас подвезти? Не, спасибо. Походу Харри не вышел. Эх, пока. Прожаем здесь великолепнейшие виды на горы справа, на бухту слева. И здесь у нас осуществляется поворот. Фан Сенат изумрудов. Ставит вывиска спила. Почему-то это название постоянно произношу как-то неправильно. Надеюсь, что подъезд к пляжу мы здесь тоже найдем. А здесь вот эти скалы мне напоминают какие-то вот из фильмов Голливуда. Красиво смотрится. Не хватает такого портретов там, да, президентов американских. Надеюсь, наши российские появятся когда-нибудь. А это зачем портит природу? Вкусный шашлык готовый. Беден заказ, но там закрыто. Интересно, куда мы едем. Такая дорога, ведущая к морю. В общем, лес повсюду здесь говорит о том, что должно, по идее, быть очень много палат. Я сейчас никого не вижу. Я думаю, мы пойдем сюда влево. А потом прокатимся, возможно, еще дальше. Шта, конечно, здесь восхитительная просто. Смотришь, Даша, радуется за тех, кто здесь живет. С левой стороны видно эту великолепную скалу. Открывается, я думаю, почти со всех частей этого поселка. Мечта когда-нибудь тоже на вершинке там побывать. Конечно, впереди детский лагерь, здесь мы проехать не сможем. Надо ехать в какую-то бухту мечты. Проезд запрещен, я думаю, когда-то было можно. Территорию, что-то, кемпинги тоже нельзя разводить и мыть. Машинная водоохранная зона. Блин, места такие прям вот, стой с палаткой. В общем, здесь, ребята, пройтись не удалось. Ну, говорят, что тут, наверное, не спустишься. Короче, езжай куда-то туда. Налево то самое, что этим ребятам сказали в бухту мечты. Но я думаю, что здесь спускаются. Просто так, все равно, машины бы не стояли. О, кстати, это называется Ильяская. Очень красивая, классная и манящая, так сказать. Когда-то мы тебя покорим. Вот к шашлыку, где мы были, теперь за шашлыком мы повернули направо и двигаемся сюда к морю. Бухта мечты. Называется, сказали, что туда проехать есть возможность. И там пустят к морям. Попробуем. Посмотрите, какая красота впереди, друзья мои. Кушкая. С этой стороны, с той стороны. Ильяская. Тут, в общем, одни кайи. Ну, красивые они. Конечно же, современные отели, которые забирают у людей возможность где-то подкладываться. Продажа домов, земли, апартаменты. Ох, нихрена себе тут построили. Просто стены перед морем. Да-да-да. Тебе, вот это здание? Да. А тут машинки тоже люди покроют. Через 200 метров. Поверните направо. Чуть-чуть бесплатно отдохнуть, наверное. О, бухта мечты. Я так понимаю, что сюда пускают. А тут надо где-то остановиться. Ну, что, мы прям четко нашли где-то. Вы приехали. Остановиться можно. Это, я думал, бухта мечты. Нам сюда идти. Что-то посмотрели, где-то дальше идут. Я не понимаю, куда нам идти, зачем нам идти. Назов, вроде по-русски написано. Охраняемая территория, вход и въезд. Строго пропускаем. Печаль. Куча дырок с характерным ароматом. И вот уже море. Сделали бы тут лестницу для людей, да? Боб, круто. Ребятки, спускаемся в Низис. Вот так, Кушкая. Говорят, что отсюда есть маршрут пешеходный от Таваспи. И занимает он где-то часа полтора-два. Около двух с половиной километров. Кушка Ильяская. Запоминаю. Кушка Ильяская. Сложно в Крыму тут разобраться, где быть, что делать, как жить. Особо охраняемая природная территория. Пепец. Это такой бардак. Бардак творится. То есть, что-то валяется где-то. Наверное, что просто люди тут не ставили палатки. Костры не жгли. Для этого здесь это и написано. Ух. Но, конечно, этому пляжу не занимать. В том, как здесь красиво. Оксана уже нашла здесь зону отдыха. Бесплатно для людей. Сейчас работающую. С которой можно на этот пляж, в принципе, и ползать глядеть. Прикольно. Такие домики, да, деревянные. Трех, что ли, этажные или двух. Илья-Скай над дыней. Как мне нравятся эти моменты, когда перегораживают побережье. Блин, как не хочется жить в этом мире. Ну, и людей здесь, как видите. На этом пляже тоже прям очень много. Мест нет. Думаю, может, не пойдем сюда как-то много людей, да. Не меду замешать, люди, люди мешают. Ну, слушайте, камушки, конечно, здесь очень красивые. Сейчас как-то странно. Люди купаются, заходят по пояс, постояли. Может быть, сказывается отсутствие туалета, конечно, на это. Но вроде вода чистая. Ну, в принципе, народу мало, чтобы воду как-то испортить, да. Ну, блин, ну как мы живем в тех местах, где нет туалета? Это прям печально. Куда ходят люди? Такие вопросы прям актуальные. Итак, друзья, вот в тенечке мы посидели. Прям хорошо встал. Температура воздуха 25,9. Показала. И сейчас все-таки давайте спустимся к камушкам. А, слушайте, я думал, тут дачу можно пройти, а дачу-то, походу, не пройти. И это печально. Тут хорошо, что есть передеволочки, мусорочки. Люди, которые бросают мусорки рядом с мусором. И вверх, смотрите, ребята. Я его лепила и где могла, и как было. Просто огонь продолжает строительство. И кисик. Это такие красивые все. Кс-кс-кс-кс. Ну, какой-то красивый. Красивый, красивый. Красивый. Люди прячутся в тени, потому что здесь жара. Лесенька ушатана. После шторма века здесь как бы еще порядки не навели. Смотрим сам пляж. Потихонечка, чтобы разглядеть все полностью. Кто-то круг даже отстрал. И водичка здесь вот между камней. Очень красивая. Вот те самые медузки. Оттуда их было не видно. Прям печально. Люди поэтому заходят, отгоняют медуз. И пытаются купаться. А там прям в море продолжаются стройки. А вот жадность человеческая. Отгоняем. Поработаться мимо камней, чтобы не купаться среди людей. Людей, конечно, хорошо, но не для нас. Такой Крым, как в этом году, мне прям очень нравится. Здесь видите, что это было металлическая конструкция разнесло. Тут благодаря штормовому мусору удается пробраться дальше. Тут, походу, был основной удар стихии. А у нас наши любимые галуши как раз сидят и отдыхают. Пошли туда, куда нам надо. Тут прям кисель везде, эти медузы. Здесь все, конечно, открывается под другим углом. Все, что сотворил человек, страшно и неприятно наблюдать. Море, видите, с этим пытается бороться. Интересно, сильно ли сюда било море во время шторма в это здание. Если у кого-то есть фото, видео, напишите обязательно об этом. Тут он металл просто гнуло. Нафиг я не понимаю, что настил был аж туда дальше. Реализован, все порвало, все сломало. Если она не хочет возвращаться, значит мы двигаемся вперед. Тут ведь и туда тоже заход. Вот как вот это курятники допустили здесь. Это прям большой вопрос. И двухэтажный. Я сначала три разгрел, а нет, а то два. Оксана и камушек. А у меня, ребята, поломка. Грусть и печаль. Порвали шлепанцы. Кстати, а тут-то медуз уже и нет. Есть. Нет, тут чисто уже практически. Их там нет. И рыбки, смотрите, как их близко плавают. Красота. Смотрите, как возле Кушкая стоит облачко. Ну, причем уже ниже спустилось. Там такая легкая дымка. Я все-таки думаю, еще туда прокатиться. Но что-то отсюда особо там пляжи-то я не вижу. Может, нам тут хватит. И пора съездить куда-нибудь дальше. Там в сторону всего 100 поля уже. Жалко, да? Такие места клевые. Много лесов. Там можно было дикий отдых устраивать. Не много, да? Да не, не много вроде, но есть. В крайней мере, не такой суп, как там. Здесь, можно сказать, даже чисто. Окси этот не нравится. Говорит, вода склизкая из-за медуз. Так, на солнце у нас температура почти тридцатка воздуха. И сейчас попробую где-нибудь. А? Ты что делаешь? Все, сейчас я тебя спихну. Полетишь ты у меня в моря. Как водичка? Холодная. Говорят, из-за того, что мы находимся в центре моря, в Крыму вода холодная. Но самое странное, что у нас градусник приезжаках показывал довольно-таки неплохие температуры. Это было у поверхности. Сейчас температура прям низкая. Сейчас узнаем, какая здесь температура воды. Прям горячая поверхность. Поэтому я окуну. Симфоню. Вот, любите на камеру, когда плыви. Так, давай, плыви. Короче, Оксана полазила по камням здесь, но отказалась плыть туда дальше. Это печально. Температура воды 22,4. С камня на камень. Люди, он заплыли, я обратно даю плать. Говорят, что внизу вода просто ледяная. И мы, короче, уходим. И мы, 20 градусная вода купались. Да. И, конечно, радует, как люди тут на море ходят. Бат, вот, вот, в горы спустились. Там ребята пришли на камни. То есть, в моем понимании, немножко по-другому пляжу и подходы к ним выглядят. Но, еще раз говорю, самое пугающее для меня здесь отсутствие санузлов. Опять-таки, это гарустинка. Шлепанцы на мне отжили ровно один месяц. Вырвавшись, корни, рыбок не показали себя. Ну, может, конечно, не настоящий рыбок. Я их не в фильме, но в магазине брал. Даже уже не помню, где брал. Просто надо было шлепки. И вот. Подошву, самое интересное, даже не стерлась, а просто вырвалась. И мне казалось, они уже не сносные. Как-то так срезало прям. Идеально еще круг. Вот специально там это все было сделано. Нарочно не придумаешь. Ну, все равно благодарен. Им столько километров вместе мы прошли. Будет что вспомнить. Теперь представьте, почему этому хламу мне возвращаться обратно в 47-й размер. Потом пытаться найти, это, наверное, вообще нереально. Снимаем новый влог босиком по Крыму. Это будет больно. Очень. Я уверен. Это еще и очень больно. Смотреть на тех людей, кто тут кайфует, отдыхает. А ты такой идешь. Йога. Включись, отключись сознание. Поймай дзен. На самом деле все в голове. Даже боль в ногах именно там находится. Знакомство было интересное с Ласпи. Не сказать, что я прям в восторге. Пока Форос, но она самые крутые воспоминания у меня оставила. Итак, друзья. Мы, несмотря на то, что тут жара дичайшая, уже подуставшая, едем на пляж Батильман под Кушкая. Хочется там хоть раз побывать и посмотреть, как оно все выглядит. То есть возвращаемся. Возле того же шашлыка теперь поворачиваем налево и двигаемся сюда по дороге. Вон она, Кушкая впереди. Чувствую, что сегодня мы тут накатаемся. Уху! В такие вот моменты хочется кричать. Интересно, откуда тут маршрут на Кушкая начинается. Это можно посмотреть по всяким мапсами. Но мне сказали, что с Ласпи можно подняться. И там, типа, очень круто. Но сильный, сложный подъем. Если, допустим, оттуда сверху пойти, хотя там не так-то сложно, должно быть. Ну, как говорится, кто знает, если вдруг вы тут гуляли, напишите, ребят, может, в следующий раз будем к Краму и сходим туда. Я, может, тоже сегодня сходил, но Оксана пока что-то говорит. Ну, его, вот этот вид. Это просто космос. И вот сюда, кстати, вот видны все эти пляжи, внизу, на которые нас не пустили и на которые мы не попали. А жаль. Вот где стоят вот так машины. Это, значит, либо спуск к морю есть, либо подъем в горы. Ой, тут прикиньте, прям по скале течет вода. В такую жару, это прям красиво смотрится. Значит, здесь где-то родничок. Надо посмотреть под картом, может, действительно родник и набрать сходить воды. Еще один красивейший вид. В ту сторону. Я тут за каждым поворотом начинаю истошно орать, потому что это самый красивый вид, который я видел. Я вижу там парковочка. Давайте приеду, остановимся и сфотографируем его. Да. Тут, посмотри, кто-то на яхте отдыхает. Там внизу. Кто-то на корабле отдыхает. Это просто космос, детка. Какой вид. Какие там вот. Мы в то место, походу, сначала спустились, потом бы ехали туда дальше. В Ласпи. Виды открываются просто фантастические. На эту бухту. Какое море лазурное. Здесь под нами, да, тоже. В принципе, я тебя понимаю, что там машины стоят. Какие там камушки. Какая красота. Как она есть, друзья. Еды, конечно, здесь фантастические. Открываются. И пляжики недоступные. И люди там на яхтах. Панорамка. То, что доктор прописал. С этой стороны я еще Крым не видел. Круто. Тут ребята шашлычки жарят, беседочки есть. И это все под Кушкая, да? В общем, такое место. Там для отдыха чисто под горой. Единственное, что как-то странно продумано, что для машин мало места. Но там был заезд. Я понял, туда можно было. Я думаю, что быстро на пляж. Потому что на обратном пути здесь, знаете, все покушать приготовить. В тени деревьев. Если вдруг мы тут не найдем место. Здесь поворот налево типа запрещен. Туда какой-то спуск есть. В общем, интересно, нельзя, но куда-то есть дорога. Ребята пытаются здесь на велосипедах фоткать эту красоту, которая над нами. Который дух захватывает. Сюда нам дорога ведет. Лазурная Батти, Лиман. Называется Чайка и Солнечный. А туда парковка. Ну, не парковка, там видите вообще перекрытие. Вот смотрите на эту красоту. Она нереальная, с облаками. Высоченная. Просто космос. Кушка я. Илья Скай. Я когда-нибудь точно запомню это название. И буду как местный. У меня уже свистят. А, это не у меня там парень. На велике сзади едет. Обгоняй. Пролетел. Остановка, смотрите, какая сверху. Тут не было для нее места просто. Но такие дороги я давно не встречал. В Крыму. Прямо вообще ушатанно. До неузнаваемости. Тут на легковой будет тяжко, я вам хочу сказать. А это разъезды. Возможность была. Конец. Все как мы любим. Начались заборы. А то еду, еду, думаю, блин, что-то как-то все свободно. Там сплошно лес. На. Лови. Палаточников вообще, я честно, еще прям нигде не делал. То есть отдельную палатку мы встречали. Так что какой-то лагерь, дикий палаток. Но это, наверное, не те места. Надо перед ЮБК искать там где-нибудь. Ой, как восстановочка смотрится. Воздыгарь. Здесь тоже какой-то санаторий старый. Лестницы такие сквозь дорогу проходят. На них там пиво написано. И они ведут к морю. То, чтобы вот не по дороге ходить, а просто на некоторых местах дорогу пересекать. Тут чье-то место парковки с веревкой. Как вообще, да, то есть, ну, с левой стороны забор, наверное, кто-то тут живет и для себя тут вычистил это место. Парковка туда направо, Лазурный Батлеман, туда. Парковка, позвони еще по номеру. Ой, господи, что напридумывают наши люди, а не чтоб бабки зарабатывать. Поехали дальше. Здесь Батлеман Лазурный, я так понимаю, что это мы на пляж едем. Дырки, я тут смотрю, тут-то там встречается, где можно, в принципе, машину оставить. Ребята, только что погода была совершенно другая, и тут прям из горы появляются облака. Теплый воздух к ней подходит, к ушка, и конденсирует. Круто, да? На КПП там ввели в заблуждение, думали вернуться обратно. Оказывается, надо было все четко ехать дальше. Ну, сейчас ребят спросили, не сказали, там кто-то есть на перед морем. В одном месте будет очень крутой спуск, поэтому не все машинки там проезжают. Ну, надеюсь, у нас получится увидеть этот пляж. Прям очень хочется. Ну, ты же дальше паркуется, люди. Повернули не к Батлеману, но поехали туда дальше в конец поселочка. Здесь вот их тоже по дороге колея, будьте аккуратны. Говорят, что там раньше прям стояло много людей с палаточками. Сейчас там домиков больше стоит. Ну, глянем. Типичные прибрежные места. Пойми, что они говорят, все напарковались. Регионы не местные. Понимаю, что приезжали. Где здесь проходы к морю, либо с каждого двора тут проход, они тут отдыхают в этих дворах. Интересный, интересный. Куда мы приехали? Бац, гостиница уходит в небо. Огонь! Мы где-то нашли здесь под горой место припарковать машину. Бесплатно. Тут, наверное, какое-то кафе когда-то было. Закрывайте дверь. Вот этот кондиционер, конечно. Маршрут перестроен. Огонь. И йоу! Вот это море. Вот это пляж. Иди направо. Да заткнись ты, блин. Вот это мы не зря сюда ехали, хочу сказать. Я прям не ожидал, что мы здесь начнем почти песчаный пляж. Круто. А дальше там заезд, я так понимаю, к домикам по настали. Говорят, раньше просто база отдыха была. Ну, а тут где-то, где кто нашел, там припарковался. В принципе, так же вот по всей улице дырок достаточный, парковочек. Ну, конечно, если пляж заполнится полностью, здесь на всех не хватит. Но место вопиюще красивое. А, тут все разбомлено, заброшено. Хотя холодильник со стеклами стоит. В эту сторону. Уже въезд рукой здесь. Спуск. Пойдем узнаем, что там, по чем вообще стоит. Ну, что-то мне тут место оставили для проезда. Вот так, ребята. Это будет будущий Гвемпинг. Батильман называется. Сейчас тут на стадии все строительство. Говорит, возможно, только в следующем году запустится. Пока еще не работает. Здесь куча песелей прогуливают. О, жалко, честно. Я думал, сейчас подснимем домик себе. Вот такой вот между мажемерников. И останемся здесь ночевкой. Прям захотелось. Там вообще такие есть домики с видом на море, что живи не хочу, да? Дальше тут проходим по территории. Следовательская база. И надо подниматься вверх. Пойдем посмотрим, где там ребята стоят с палаточками. За этой базой. Тоже интересно. Вот тут все прям застроили. Интересный Гвемпинг такой. Прям все на помостах будет. То есть двигаться даже по земле тут никто не будет. Везде на сваях. Очень клево. Такой вот домик на курьих ножках с видом на море. Круто. И тут это кончилось. Дорога и дача дикая. Мистер. На станции собака нервничает. Вау. Наконец-то, может, от цивилизации тут начался хоть какой-то лес. Привез вас на песчаный пляж, а сам увел в лес. Потом, ну ладно, при этом мы еще вернемся. Не переживайте. Дубы колдуны. Интересно посмотреть на палаточный лагерь. Ну тут как всегда знак, короче. Палатками стоять нельзя. Ничего нельзя. Не руби. Не стой. А вот, кстати, про ту калитку, которую говорили, что они не открывают. Она свободна. Вот это виды. И тут пошел дверь дальше. Одни палаточники. Батилиман. За глэмбингом Батилиман. Заселенные. Тут, конечно, под музычку отдых. Так себе отдых лично для меня. Хочется кайфового, тихого и прекрасного. А не вот это все. Шум моря. Красоты. А там целый дом, город стоит. Какие места. Слушайте, мне это напоминает наш большой тричь. По-честному. Вау. Куда мы идем? Ребята. Спасибо этой девушке, что впереди она нас взяла с собой. Говорит, пойдем, пойдем, пойдем. Я думал, что не идти. И мы сейчас пойдем на пляж, который будет чисто наш. Просто фантастика. О. Это кто? О. Ой. Только бы не упасть. Врым. Чуть не навернулся. Надеюсь, что все будет хорошо. Сквозь моржебильники. Порываемся. И сейчас будем вниз уходить. Космос. Просто космос. Ладно. Там одна палаточка. Я смотрю на пляж. Стоит внизу. И в правом углу тент натянут. Но людей, купающихся, я, честно, не особо вижу. Может, они где-то в лесу стоят. Но пока, в основном, тут тишина. У меня Окс. Куда-то убежалку вперед. Попробуйте орать защищи. И здесь. Опять. Порываемся на чьи-то лагерь. Тоже вход. Ребята. Большая компания. Типа перекрытая. Не приходите к нам. Жадина. Я думаю, что нам вниз к пляжу. Оу. Мм. Мм. Красота. Ну, что-то кажется, Окс ушла или дальше. Или где-то пропало. Значит, это мое море будет. И моя красота. Я просто все без комментариев. Как это круто. Приходите сюда на отдых, называется. И что, друзьяшки. Мы с вами пришли к берегу. Напротив нас яхта, корабль. Там у нас Ласпи. С той стороны находится. Такой красоты. Я, честно, здесь не ожидал увидеть. Выглядит это все просто фантастически. С такими видами хочется отдыхать, загораться, получая максимум удовольствия. Тут ребята по берегу живут еще и в палатках. Это уже круто. Медузки, правда, здесь тоже чуть есть. Но это, на самом деле, мелочи. На пляже, помимо гальки, еще есть и красивые камушки. Все очень даже фактурно и круто. Красота. Такая палаточная, классная и прекрасная. Я думаю, что стоит еще пройтись, потому что, мне кажется, это не единственный пляж, который здесь есть. Пойдемте прогуливаться. Поднялся вверх, вернулся на тропу. Прогуляемся еще дальше. Тут еще одна стояночка. Подъем, конечно, такую жару тяжело давится. И смотрим. Вот количество людей здесь отдыхает в палатках. Погнали, погнали. То есть тут ребятки стоят туда. Тут ребята решают, где кому какие палатки ставят. Значит, это прикольно. И тут везде пляжи. Люди, люди, пляжи. Вот так вот было человеком разумным сохраните лес. Абсолютно верно. Просит лежать. Просто сами люди. Крутяк. И эта дорожка так и ведет нас вдоль леса. Далеко-далеко. У меняются глифы, деревья. У меняются рисунки. Чем дальше получается, тем более стойкие люди доходят. Ну что, сытаем и еду. Сердечко, сердечко. Любовь здесь запрещена. Далеко-далеко я заметил Оксану. Что-то она прям далеко ушла. А здесь, конечно, выход на еще одну бухту. Нереально крутой. Тоже из камушков хочешь ныряй. Хочешь просто гуляй. Фантастика. На каждый метр тут спуски к пляжам. Даже близко заборы ставят. Дебилизм. Вот смотришь на это все. Ну что за люди. За свободу. Ну нет, это чисто наше место. И это наше. И угородишь над этим. Ну да, ну да. Прикол. Еще круче, когда так оставляют палатки и уезжают. Приезжают там один раз или два раза за лето. Но с этого места себе заняли. Такое тоже встречал неоднократно. Место стоит с палаткой. Так это выглядит. Все в заборах. Даже в лесу. Тут выходим мы на пляж нудистов. Далеко, далеко. Такой вот выход. С камнями. Фух. Оксана уже голая. Огонь. И тут мужики наполовину, женщины голые. Людей немного. Один. Здесь вообще красно. Вот такая мифа лежит. И в обратную сторону. Посмотрите что происходит. Сказка. Как будто скала задымилась. Закрыла солнце. Стало так классно. Здравствуйте нудистка Оксана. Здравствуйте. Как ты до такой жизни докатилась? Знаешь почему ты смешна? Я свою змеюку вот такую встретила. Это точно змеюка была? А? Вот так смотрим ребятки на этот пляж. На скалу. С облачком там сверху у нас пёсили. Которые нас сюда вели. Их аппаратно что. Просто какая-то нереальность. Круто же. Девушка загоравшая тут возле личной бухточки уже тоже ушла. У нас впереди красивые прически. Девушка сама из Силостополя. Которую нас с собаками проводила. До сюда ей привет друг. Она видео увидит. У нее тут квартиры. Она приезжает сюда. Ребята стоят с лагерем. С палаткой. И решили дальше еще прогуляться. Тут такие прям выходы. Вот на этом пляже мы были. Вниз туда вид. Красота. Там купались. Они тренируют колдовство. Да. Красота. Доброе утро. Здесь видите даже закрасили места где посрезали веточки. еще одна стояночка тут костерком подтягивает тамбур большой ребят вообще просто сказочные виды чувство ну вот это место вот реально заходят а если мы приехали в ласпи то там просто такой трешак вообще ничего не понравилось то приехав на этот пляж мы просто реально кайфанули о них думалось о том что ехать не ехать если вас куда-то тянет то обязательно езжайте а ты не запоминаешь что классные места уже местечко так я чувствую у меня не хватает моей коллекции гамака я у ребят покачался на гамаке сейчас приезжаю сюда и понимаю что мне очень нужен гамачок еще место на стоянке тут место на самом деле где ставить палатку уйма смотрю на разные вариации палаток и считаю что у нас одна из крутейших за секунду надо разбирать собираться единственное место много занимает надо будет поискать может быть есть какие-то улучшенные такой же модификации как у меня вот так вот палатки стоят вот кстати смотри вот эта крутая палатка она тонкая то есть чисто летний материал чтобы туда никто внутренне просочился то есть вот такие палатки не очень дорогие но зато ничего не весят и места мало занимают это может быть или тля или какое-то такое дерево интересно а раньше выделяется такой сеть на фоне остальных тоже лагерь че-то стоит все либо спят либо отдыхают ух ты видел какое место сила вот тут вообще просто посмотри такие места я прям обожаю камушков деревьев и ты выходишь к морю столько пройти чтобы найти там на пляже свалку там голая мама голые дети и вокруг мусор пипец как будто горная река протекает на самом деле во время дождей просто стекают потоки с гор сильные здесь такой бац вышли к этим пляжем потом увидели сверху думали что сюда никак не попасть человек когда хочет блин живет здесь на них не то что там не попадает вообще такой выход на пляж знаешь если бы солнце светило какой-то цветочную аллею так когда света нету то кажется наоборот как будто в какое-то плохое место идем на все должно быть тоже места для стоянок устраивает рисунки очаги существенно прям круто-круто здесь палатка а вот кушать готовят туда выше еще пошли то что целые как города поселения сейчас опять-таки либо просто рано хотя уже тепло и жарко для всех этих дежур либо просто люди боятся даже те люди которые вот так живут дикарями ехать ловец снов сделали тот момент когда ты очень сильно хочешь жить ты будешь жить из последних сил это вот об этом можжевельники которые в таком вертикальном положении зацепившись кое-как сверху продолжает быть зеленым вот мы дошли до крайнего пляжа дальше там детский пляж будет забор здесь мы чуть-чуть прогуляемся вот ребята уже отдохнули и покидают его дача от семейства галашей и пляжик здесь песчаный классный и великолепный поэтому тут детьми как бы отдыхать очень круто доброе прекрасное и классное все хочется сюда сказать но когда видишь столько мусора грусть тоска подачи можно отдыхать но сюда надо службу попросить приехать хотя бы за пластиком тут много прицелом сайт от берег песчаная дальше все равно большая крупная галька море то есть и такие камушки то есть вот здесь берега так дальше там еще стоянка сверху я думал что на этом как бы все заканчивается нет ребята много еще народа отдыхает ну такой себе все понимает лично но отдых когда рядом с тобой свалка я бы наверно каждый день хоть по чуть-чуть бы уже порядок бы навел чем-то большая довольно таки стоянка внутри вот это осетия рыбацкий тонкую среду насколько сильный был туда выбрал камни круглый с моря и мусором валяется от морского тоже очень много здесь конечно дохлый что то даже не знаю что это ну и вот мы добираемся до более ровных мест мне было просто очень интересно до сюда дойти можжевельники на краю конечно в шторм века было бы круто увидеть эти места щититю стихии буи морские включили куда вылетали волны сверху земля снизу каменная скала вот такие места друзья вот такая красота ёк макая сейчас вообще такое фото поймал ты стоишь а над скалой этой висит солнце фантастика да просто но рядышком обнимись красиво фантастика ребята с таким видом закончить нашу прогулочку будет . круто солнце над самой прекрасной горой еще и точки облака красота я просто мы динозавры для тех кто будет после нас здесь видите совсем друг посидеть кто-то сделал да ты посмотри на это просто это это нереальное что-то такие виды такая красоте не в ту сторону на это смотришь и не веришь что это прям здесь сейчас действительно перед тобой происходит такое чудо солнце тучи разошлись создали еще больше красоту и сказку просто как это прокомментировать чтобы не комментировать это нереальная красота я с тобой полностью согласен то что я честно залип из скалы выходят вот это вот линия на дне солнца просто фантастика я посмотрю солнце это прям на горе а сейчас закат будет прикинь давай посмотрим а он за солнце за гору зайдет и твой закат закончился где-то два уже произошли где-то ничего только предстоят и какие-то глыбы висят а под ним уже все разумето потихонечку природа изменяет берега опять оранжевый дерево кстати кто знает что за оранжевые деревья напишите обязательно в комментариях можно подниматься вверх то есть вода создала со временем расселены такие а сверху можно проживать ну такими мы увидели эти пляжи с такими просто нереально крутыми классными видами для меня это открытие что здесь есть такое вот он глазки очень порадовала это красивое интересно казалось место хотя изначально мы начали не оттуда и мне честно это бухта не зашла от слова совсем хорошо что пересилили себя и приехали под эту великолепную гору и увидели всю эту невероятную красоту познакомились с нудистками сами чуть понудили искупались подзагорали и погуляли вот я простою берег да жалко мне снимался телефон думаю я себе выложил эти фотки народ бы просто был бы в восторге того что я вижу своими глазами падение света со скалы тучки поманность это невероятно круто оставим эти виды безлюдными еще для вас ребятки и надеюсь что форточку я сделаю покажу в обратную сторону здесь уже детский лагерь начинается нас попросил сразу девушка с собаками туда не ходите чтобы на нас никто не ругался ну я вижу что там спуск есть подъем и туда влево в гору можно уйти это значит потому что я и говорил что там люди спускаются является реальностью вот такие дела дорогие друзья всегда кажется что люди делают мир вокруг себя именно таким каким хотят это вот лично мой вклад собрал пластика отнесу туда ну что мы как по-другому мы же хотим бывать в чистых и красивых местах тем более таких как это чтобы было вот так они вот это все здесь который осталось сзади меня там палаточники живут рядом с мертвыми дохлыми дельфинами он сейчас вышел там кушать собрался готовится и останавливает там воняет дохлым дельфин возьмите захоронить его места мусор уберите там где вы живете как маленький признаете говорил о том что хочешь изменить мир начнем играть свою планету а потом уже все остальные дела оксана тоже решила причаститься это сделать пластика собой представьте вот если бы все эти люди которые сюда приходят уходить с каким-то мусором как бы это было хорошо там все это быстро можно в общем пример подали всегда везде так поступать я так стараюсь всегда когда ухожу что-нибудь собой уношу чужой не только наше местечко ночевки киеве там то есть лагерина сейчас пит батилиман пляж бухта кашка с отрасли не зря тут остались единственно сейчас приходит солнце и все начинается прям адская шара там дальше ребятки сидят можно вот здесь платочку поставить лучше причем надо было быстрее 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 море присутствует медузский море с утра холодно вчера вечером мы подогнали рыбаки которые здесь почти чисто на спортивную рыбалку хоть какой-то определенной рыбкой из севастополя с тавритом смотрите кстати на трансляции мы вчера как тут вечером готовили кушать крем на этом месте с видом на море окушка я скала которые мы ночевали невероятно конечно местечко очень понравилось долго тут ребят не хотели засыпать и ночью потом все это получено вырубились очень удалось выспаться я проснулся при раздел часов 4 40 кого-то будем сработал кто-то стал на рассвет на рассвет заходится там то есть такого как ялте стоит там из моря мы не наблюдали ни рассвета ни заката в этом месте к сожалению нет есть такой пляж шикарный песочек с миленькой миленькой галечкой по тройке спали вообще ноги стали матах в общем все очень круто и классно ну и будет сейчас я думаю трансляция о том как мы будем ставлю кушать кушать и сваливать если что он посмотрите это на youtube поддельных видеосюжетов вот так великолепно сейчас утро купания это все будет в телеграме море вас подписывайтесь там вообще онлайн все идет что у нас происходит так друзья трансляцию смотрите как мы побеждали рыбку мы уже все съели вкусно было на пляже становится очень много людей и пора показать вам подводный мир под кушка я на пляже по телеман жарко только очень сильно стало море 26 людей много на пляже все больше и больше каждой секунды чем приезжают такие прям про кого анекдоты рассказывают но зато море здесь просто сказка уехала и и и а а а а и а а КОСМОС Прямо ты лязь на водичку, что у тебя с камеры получится Как ляжешь? Ну, вот просто, звездочка Космос, ребята, это просто классно. Желание добраться до того камушка, чтобы с него нырнуть. Блин, что за красота. В тот момент, когда я повернул голову, я сидел в количестве людей. Вот мы и пришли, хотели прыгнуть с того камушка, а здесь еще круче виды открывают. Да, шанс, ой, 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 ой. Космос, ой, 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 ой. Космос, ой, 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 ой. Космос, ой, 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 ой. Космос, ой, ой, ой. Космос, ой, ой, ой. Космос, ой, ой, ой. О, ой, ой. О, ой, ой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Наблюдаем эту красоту. Фантастика. Просто какой-то затерянный мир. Рыбкой? Давай. Три, два, один. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Мы прощаемся с этим пляжем под Телейман. Видите, все тут так же в шоке от лестницы. Мы стояли вот здесь. После нас все чисто, красиво, накупались, напрягались. Я вам хочу сказать, что место зашло прям до глубины души. Самое клевое, что мы хотели быстро покушать и уехать, пошли купаться, прыгать со скал. И сейчас 12 часов дня. И что-то мы дальше особо никуда не успеваем, да? И жара, ребятки, жара убивает. При этом море такое на контрасте холодное. Это все мелочи жизни. Спасибо вам, что смотрите, поддерживаете. Донатикой можно по номеру телефона 898-333-7887. Сегодня с утра жарили рыб, посмотрите в Ютубе. Вчера готовили ужин тоже там же, отдельным видеосюжетным. В общем, Крым радует. Да в любом месте отдых прекрасен. Главное, ищите моменты для себя. Нет финансов. Делайте, как мы, самая дешевая палатка. Хорошее настроение на берегу моря. И самое классное впечатление, это так? Угу. Все, все твои впечатления? Да, да, да. Тебе понравилось? Мне понравилось, было очень круто. Только жара, да? Ну, нормально. Нормально, поехали. Прежде чем уехать, мы еще наверху остановились. Тут такая зона, как бы с мангалами, беседками. Видовая площадка под горой находится. Кошка, я. Мы решили здесь тоже притормозить. Посмотреть, что здесь есть. Показать анапчанам, как должны быть оборудованы места отдыха. Оксана, вот эту вещь уже бросил. Как вам беседочка? Абсолютно все свободно, пожалуйста. Мангальная зона. Почему мангал-то сделан закрывающийся, чтобы дождь в него не попадал? С той стороны тоже, вроде, покажу. Там большая парковочная зона есть. Что смотрится, тоже очень круто. Пожалуйста, мусорка, туалеты. И вот сама парковка. Все приезжают сюда к этим беседочкам. Пойдемте тоже выйдем. С той стороны вам покажу их. Глядим, что море происходит. Тоже на сетке. Вот оно. На турецкую поляну он называется. Здесь на свободной природной территории. Государственная природная домашняя. Ландшафтный заказник для надлечения. Мыс Айия. Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами посещения. Тариф аренды. Место. А тут, получается, как бы еще тариф аренды есть. Какие-то. Ну ладно. Нам это не особо интересно. Кому интересно, ставьте на паузу, смотри, ческаркоды. Вот там еще мангальчики. Люди отдыхающие. И виды. Вроде чего я сюда думаю многие и приезжают. Тот момент, когда ты был на всех этих пляжах внизу. Тут сказали, что по этому маршруту, тропе, спускаются к морю. Что-то как-то я уже нагулялся. Вид, конечно, сумасшедший. Беседка забронирована, подписана. И вот тут еще качель красивая. Тоже красивые где-то. Можжевельники. И виды в ту сторону. Круто. Просто. Молокомец. Тут уже видите, подальше стоят еще ряд мангалов и беседочка. О, октя переоделась. Стоимость этих беседочек. Вот она. 1500 день. Аренда беседки без использования основного мангала. 250 рублей час. До двух часов включительно пользуют беседкой, белой туалетом, мусорным контейнером. И вот особо охраняемая природная территория. Все, красотка готова. Я вообще в голову от соли помылываю. И тут пока души нет. Найдем. Слушай, тут где-то был источник. Надо посмотреть, что будем проезжать. Может быть зайдем туда. Вот такую музыку в солнце зайдет. Солнце взошло и высоко. Ну, а теперь точно можно прощаться с этим местом до следующего раза. Я думаю, сюда хочется возвращаться. Мне здесь понравилась разительная тема с тем местом возле того дома. И вот просто здесь нет практически ничего. Так кайфануешь. Ну, туда же цвету моря. Сам говорит за себя. Солнце взросло. Продолжение следует... Продолжение следует...